Ну, видите, Сталин такой стоит довольный. Че он ржет? У него жена дохлая лежит на кладбище. А он ржет. Молотов подписывает договор, за ним ребят дроп. Справа Сталин. Понятно, что это хуйло стоит сзади. Это уже, по-моему, это Эстония. Красногвардейцы, видите? Едут. До лета 41-го года были арестованы и большей частью высланы в советские тюрьмы и лагеря около 9400 человек. Из числа арестованных в 1940 году по крайней мере 250 человек были казнены. То есть... Вот если разделить войну до 41-го и после 41-го, то мы имеем перед собой двух Гитлеров. Вот, пожалуйста. Гитлер убивал. По своим идейным причинам Сталин убивал по своим идейным причинам. 250 человек из Эстонии были казнены. По крайней мере, 500 умерло в заключении. И арестованных в 1941 году было уже 1600 человек. И почти 4000 умерло в заключении. Из архива расстрелянных по приговору советских военных трибуналов. В 1940-1941 году значится 324 человека. Из них 184 были расстреляны до 22 июня 1941 года. Если бы Гитлер не напал, Сталин продолжал бы расстреливать. Ему уже нравится расстреливать террор. Он был занят просто террором. Поэтому он не готовился к войне. Завершилась начатая до войны национализация. Частный сектор в промышленности был ликвидирован в 1945 году. В торговле в 1947. С 1947 года началась коллективизация сельского хозяйства. К концу 1950 года в Эстонии было 22213 колхозов. То есть, когда пришли немцы, они вернули его. Вон, пожалуйста, можно было иметь частный бизнес, частную промышленность. Никаких колхозов. Вот, понимаете. Пришел Сталин, опять колхозов. Вон, уже 2000 колхозов в Эстонии. Да нахуй Эстония ваши колхозы? Одним из мероприятий властей по привлечению симпатии местного населения была выдача паспортов всем жителям Прибалтики в 1947 году. В том числе Эстонии. На 25 лет раньше, чем в России и других регионах СССР. То есть, странам Прибалтики, видите, выдали паспорта в 1947 году. С 25 марта 1949 года 20 660 человек в течение нескольких дней были арестованы и высланы в отдаленные районы Сибири. Видите, война закончилась, людей продолжают ссылать. Депортация была проведена лишь, чтобы завершить коллективизацию и лишить сопротивления поддержки. Имущество депортируемых поддержал конфискации.